Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Будем говорить так, последнее собрание в этом уходящем календарном году. Это значит, что слово должно быть сказано. Сказано так, знаете, хочется рассказать обо всем. Вот, конечно, года хочется рассказать обо всем. Межрождественское время у нас, слава Богу, есть два Рождества, две Пасхи, два Новых Года, две скрижали заветов. То есть все по два, нормально, правда? И вот межрождественское такое двухнедельный разрыв я назвал межсезонием, разделяющийся наполовину и называется Новым Годом. Для многих это хорошо два Нового Года иметь. Еврейский Новый Год и тот, который все вместе отмечаем. Где-то мы еще не дошли на следующий год, но как бы послание сегодня было бы, наверное, в этом направлении. Возможно, и может быть многие общины, церкви, они подэтаживают год. И назвать проповедь так, типа новогодние обещания, исполнил ты или нет, можно было бы как бы обеспечить таким наплывом. Давайте поговорим, давайте поговорим о наших обещаниях. Особенно тех, которые мы дадим после длительной ночи и хорошего застолья, после хороших вкусных оливье, кто-то там кушает, да, там, колбаску, кто-то там еще, как бы, так, чтобы ночь прошла, когда потом начинаю вспоминать о том обещании. Все, обещаю худеть всю оставшиеся, как бы, полтора года, да. До Нового года должен, следующего Нового года должен похудеть, сбросить килограмм двадцать. Потому что так чувствуешь себя. Некоторые начинают с горечи вспоминать, что я-то обещал еще в прошлом году, и так и не исполнил, да. Я немножко называю эти такие сложности, да, потому что те, кто сильно обещают и, как бы, и выполняют, у них сразу срабатывает самоправедность. Я пообещал и сделал. А те, кто, наоборот, пообещали и не смогли, чувствуют себя в таком угнетающем состоянии, такого ущипленного, или, как сказать, сокращенного самолюбия. Не получилось. Я хочу сказать вам честно, не нужно смешивать милость Божию, у кого не получилось, с гордостью, у которой есть самоправедность, что все получилось. Ни к тем и ни к другим Бог не боговолит, потому что все в руках Всевышнего, не так ли? Но я не стану говорить о том, что пригружает одних и дает вдохновение гордым. Типа, мы смогли это сделать. Вместо этого я не хотел бы даже и подэтаживать год, чем он был знаменательным. Можно было бы сказать, что у нас происходило. Это мы сделаем на членском собрании буквально через две недели. И вы увидите, что Господь сделал, и будет очень радостно. Я вам скажу так, мы много чего достигли, но я не хочу об этом говорить. Я хочу все-таки поговорить на тему, что такое община, что такое церковь, что такое тело Мессии здесь на земле. Вот об этом хочу поговорить. Как раз перед Новым годом. Давайте порассуждаем, передумаем, что означает тело Мессии, или же межпуха, мессианская или церковная межпуха. Что такое церковь, да, или тело Христа. То, что такое община. Вот скажите, как вам прославление было? Три человека, я сказал, хорошо? Нормально. Да, классно? Сильно. Вот даже Сергей Михайлович здесь стоял, его так аж колохнуло. Я сейчас заметил, заметил. Хорошо было. Он не мог связать даже двух слов вначале, потому что понимал, что что-то грандиозное произошло. Как вы думаете, Богу понравилось то, что мы здесь с вами затеяли? Вот этот маленький движ, как люди, молодежь тебе говорит, движ, движ. Кому понравилось то, что вы переживали? Много ли было Бога тут, здесь, на этой сцене вокруг нас? Без сомнения. Что Богу понравилось? Кто считает, что Богу понравилось, что мы делали? Ой, вот так каждая община предполагает. То, что они делают на собрании, молитвы, пение, проповеди, там что-то еще делают, оно Богу нравится, и Он благоволит к их действиям. У каждого из нас, у каждой общины, у каждой церкви даже не придет нам мысль, что такого вообще не может быть, что то, что мы делаем, как мы делаем это все, и наши подходы, наши вот эти все дела, они просто нравятся Богу. Он рад видеть, что Божий народ собирается и делает во имя его. Да? Ну, никому из вас не подходит идея, что, а если это не так, а вот как бы так, ну, я пришел сюда, Богу не понравилось. Никого, нету никого. Фактически никто не сомневается в Божьем благоволении. И каждый в своем разуме не имеет ни малейшего сомнения, что то, что он делает, славит, молится, танцует, как бы там убирает или служит каким-то образом, это не нравится Богу. Ни у кого такого сомнения нет, что это не нравится Богу. Мы предполагаем, что то, что мы делаем в том месте и в данное время, и по причине того, что мы себя неплохо чувствуем во время того, что мы делаем, Богу это нравится. Если мне хорошо, как у нас, и Богу хорошо, правда? У нас как бы такое мнение о том, что Бог делает, но, серьезно говоря, мы предполагаем всегда, что Богу нравится то, что мы делаем. Мы всегда думаем, что то, что мы делаем во имя Его, на собрании, среди людей, как бы так, словословие, это Ему нравится. Но в Писании мы находим, что когда верующие люди собирались вместе с целью религиозного собрания во имя Бога Израилева, не всегда оно радовало Всевышнего. Я специально сделал формулировку, что верующие люди, собирающиеся во имя Бога Израилева, делая религиозные обязательства или же то, что говорил Бог делать, они это делали, и Бог на это смотрел и говорил, а оно мне надо? А как бы, что вы делаете? А вы вообще спросили меня, оно мне нравится или не нравится? В Танахе, во время пророка Малахии, Господь обращается к своему народу, который, имея храм, принося жертвы Богу по Писанию, но делая это не искренне, Бог говорит следующее. Хотите услышать, что Он говорит Израилю? Те, которые славили Его, благодарили Его, делали все как по книжке, они считали, что Бог с ними, и что все то, что они делают, это правильно. Бог говорит, лучше, кто-нибудь из вас заперт был дверь, чтобы напрасно не держали огня на жертвеньке моем. Нет моего благоволения, к вам говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Вау, 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 секунду, 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 сказать, Рэбе, куда вы идете? Это же все в Старом Завете. Жертв нету, одна жертва, и все давай по благодати. И мы скажем, да, вы правы. Жертв нету. Чего руки марать, да, там как бы так. Все сейчас чисто, все нормально, все благопристойно, нету бейни, овец, коровы и так далее. Все должно нормально быть. Есть священники, которые служители постара, или там раввины, то они все делают, и все нормально, все хорошо. Но Бог говорит, что жертвы ваши, это огорчение для меня, что ваши молитвы мерзость для меня, и что даже слушать их не желает. Он говорит Израилю. Если Израиль и Танах является путеводителем к Мессии, может ли что-то измениться? Равшиу Павел пишет послание к Арифинам. Послание к церкви, фактически, новозаветное обращение раввина к церкви, ту, которая растет, процветает, делает свою работу. Они очень интересны, там как бы всеобще, как бы там происходит. И, конечно же, там основывается церковная дисциплина. То есть, если вы читаете к Арифинам, это церковная дисциплина. И Равшиу пишет, 1 Коринфянам, 11 глава, я буду читать очень много, с 10 по 22 стих. Впрочем, то, что говорит, некий такой вот у вас есть, ну, как бы ситуация есть такая, неплохая ситуация. Мы там будем дискуссию вести, покрывать голову, не покрывать голову, кто кому, муж, жена, как бы. Вот он говорит обо... Потому что у вас это все хорошо. То есть, и слушайте, о чем он говорит. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа. Конечно же, мы должны всегда быть вместе. Я вам скажу. Мы должны быть вместе, разве что вы отлучаетесь друг от друга по причине поста, молитвы и так далее. Как бы это нормально. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу, не покрывая голову. Ну, такая, ну, как бы, была, традиция, такая же была, как бы, культура, в которой они жили. И дальше он говорит, не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь. Так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел бы спорить, то мы не имеем такого обычая. Не церкви Божьей. Он говорит, мы-ка, если бы кто-то спорил бы, то я говорю вам, в церкви у нас, у нас в церкви, вот в Хоринфе, все нормально. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь на лучшее. То есть, говоря это, я не хвалю вас, что вы это делаете уже. Нету споров. Вы делаете что-то. То есть, вы хотите из себя представить хорошей церковью. Вы хотите, чтобы Бог, смотря сверху, был благой к вам. И дальше он говорит, не на лучшее собираетесь, а на худшее. И вы, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь, вы, церковь, между вами бывает разделение, чему? Отчасти и верю. Бог смотрит со стороны. Да? Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открыть между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что не значит кушать вечерю Господнюю, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить или пренебрегаете церковью Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Упс. Вроде бы нормальная церковь была. Все по закону было. А он говорит, подождите, что у вас происходит? Если посмотреть сверху, как Бог видит, что происходит? Вы скажете, ааа, но это не совсем к теме. Ребе, не к теме. Лучше, идите прямо, что вы хотите сказать. Ладно. Скажу, согласен, не совсем к теме. Но давайте посмотрим. Когда Иешуа является Иоанну, да, Йоханан на Патмосе, и мы говорим, это откровение Иоанна, обращение к семи церквям. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд и деснитель своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой и терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал те, которые называют себя апостолами, они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много перетерпел, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал. Кто бы этого не хотел? Какая бы община или церковь в сегодняшнее время, не хотела бы слышать, ты много работал, ты много евангелизировал, ты выявлял уже пророков. Вы какие-то конкретно духовные люди, которые приходили к вам, а вы говорите, не тот, это не так. Мы открыли его, он пес или там волк в овечей шкуре. Открывается, и кажется, духовные дары действуют, да? И вдруг, но я имею против тебя нечто. Подожди, подожди, мы же вроде бы хорошие, мы все делаем как надо, мы, кажется, вот как бы все это делаем, понимаем, что с нами Бог, ему это нравится, что он даже написал, что ты ради имени моего ты страдал, тебе же нравится, что мы перетерпели это. И вдруг, посреди этого он говорит, имею против тебя нечто, ты оставил первую любовь. Церковь вела себя не так хорошо, как она думала. принимая участие, делая все необходимое, вдруг, имея Божий ответ на то, о чем они, может быть, даже не подозревали. Потому что каждый, когда делает что-то перед Господом, он пытается оправдать себя и сказать, что да, действительно, Бог был со мной. Откровение, 2 глава, 5 стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела, а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Он говорит, все хорошо, все хорошо, но смотри, если ты это не сделаешь, не вернешься обратно, к первой любви приду, сдвину, то есть, говорится, минору я сдвину, а минор это свет, это жизнь, я возьму и заберу тебя. Это не мой план. Мне, наверное, не стоит перечислять всего то, что, какие там цели были у Бога, что Ишуа делал в откровении, но одной церкви Господь говорит о том, что Он обнажит свой меч против нее. Вроде бы, все нормально, и тут Бог говорит, я хочу, я приду и обнажу свой меч, но как-то и покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст своих. Вау! Кто бы хотел из вас это пережить? Кто бы хотел из церкви пережить это? Не, но мы же хороши, мы же собираемся, славим Бога, и вроде бы, нормально должно быть все. Другой, он говорит, я извергну тебя из уст своих, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Мы часто говорим это людям просто, которые, ну, как бы сказать, не туда, не сюда, тепленькие, ходят на собрание когда-нибудь, и мы говорим, слушай, будь серьезным, если бы ты был холодный, то имел бы возможность, чтобы тебя Бог зажжет, где-то в один момент пробуждения, коснется тебя, прославление, ух, здесь будешь горячим, да, или вы горячий, но если ты тепленький, ну, не надо. А здесь говорится о немножко другом, говорит о церкви, о теле Мессии, которая думает, что он в нормальном состоянии, все, что они делают, оно нормально. Третий предупреждает, что придет, как вор ночью, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Вы скажете, ребе, что вы так пугаете перед Новым годом? Я говорю сегодня немножко обо всех, пересматривая все то, что я надеюсь, что вы делаете, я надеюсь, что каждый из вас, приходя, заходя через ту дверь, которая у нас отделяет нас от улицы, имел в вашем разуме одну вещь, что вы пришли сюда, чтобы угодить Богу. Я надеюсь, что каждый из вас, который приходил или зашел через этот коридор, смог осознать, что вы являетесь добрым благоуханием пред Всевышним. Когда вы вошли сюда, была ли мысль у вас, что мне сегодня сделать? Как мне пристать пред Богом, чтобы понравиться Ему? Что нужно делать? Если сегодня Бог бы взглянул свыше на это место, что Он бы хотел увидеть? О чем порадоваться? Что Он видит? Когда ты пришел сюда, увидел ли ты Бога в твоем желании? Имел ли ты радость послужить человеку, который может быть не так, настолько открыт? Пришел ли ты с той смысл, что ты можешь быть источником благословения до ближнего, который рядом возле тебя? И как Ишуа, который пришел служить нам, Бог смотрит на нас и говорит, вот это подобие сына моего. Он пришел не за своими проблемами и так далее к Богу, он пришел сюда, чтобы послужить другим. Да, мы можем славить Бога, хорошо, слава Богу. А Бог смотрит на глубину. Почему мы сюда пришли? Почему те, которые смотрят нас в эфире, почему вы ходите в церковь? Или в другие места? Когда Бог посещает свою общину во время нашего богослужения, видит ли Он наши сердца, которые должны быть открыты друг к другу? Суть-то в чем? Мы не собрались здесь, чтобы провести религиозное собрание или там в церкви, которая прийти, потому что нужно провести религиозное собрание. Мы собираемся, чтобы раскрыть то, что внутри нас, тому, кто дал это нам. Я за это говорю. Когда мы молимся, воспроизводим ли мы ту глубину благодарности Богу, который спас нас? Во время поклонения трепещет ли наша душа вот эта внутренность, когда произносится Его имя, и ты понимаешь, кто Он, а кто ты. жертву, которую Он за нас отдал, понимаем ли мы благоволение, что Он сделал внутри нас? Если не Он, где бы мы сегодня были? Насколько мы с вами радостны в том, что Он нас избавил от того, где мы были? Что Он видит, когда мы тут поклоняемся? здесь? Руки танцы, пение, разговоры, чуть-чуть-чуть-чуть там-то, 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 в углу, там-то, постоять. Еще рассказать своему соседу, что было на пути, который вы приезжали сюда. Что Он видит, когда мы собираемся здесь? на что Бог обращает внимание? Или же мы просто поем Ему нашими устами, перебирая слова нашими губами, но наше нутро, внутри нас, мы не говорим это духом. Матфея 15, 8, приближаются ко мне люди с Ею устами своими и чтут меня за ком, сердце же их далеко, отстоит от меня. Я говорю сегодня не просто к общине Орхомашея, я сегодня обращаюсь даже к тем, кто пришли к нам в гости, вы из другой церкви, из другой общины, если вы смотрите нас в прямом эфире, я понимаю, я обращаюсь сегодня к телу Мессии, по верующим людям, это не касается только Орхомашея, это касается многих церквей, потому что я соприкасаюсь с пастырами и слышу, что происходит в церквях в последнее время. И послание мое сегодня не является таким хорошо, давайте пославим Иисуса, Он там родился, это сегодня мое послание прямо, что такое община, что такое церковь, что же делать, стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом, что значит духом, не просто и на языках, это то, что внутри тебя, который кричит, к Богу вызывает, тому, кто сотворил тебе все, дать тебе всю возможность просто наслаждаться им и понимать, кто он, а кто я. Просто дыхание, на временное дыхание здесь на земле, просто трава, которая под ноги поднимается, через время мы все, мы в вечности. люди, если сегодня спросишь людей, которые прожили 70-80 лет, и ты скажешь, как оно было, они скажут, так быстро, реально быстро, я ничего не успел, ничего не успела, а мы-то думаем, что у нас еще есть целая вечность впереди, ну, туда нужно еще попасть, радуется ли Бог нашему собранию, где бы то ни было, друзья, где бы то ни было, домашняя группа, это ли какие-то еще собрания, церковь, это еще где-то просто домашняя группа или община, радуется ли Бог тому, зачем мы здесь собрались? Потому что легко приготовить проповедь. Я скажу так, я как пак, как служитель, как рэб, чтобы сделать проповедь, не сложно ее сделать, мне бы хотелось, чтобы вам она понравилась, чтобы вы подчеркнули из нее что-то, но, знаете, но мне больно, потому что я хочу угодить тому, кто ее дает. Я хочу угодить. Я хочу, чтобы мое сердце, то, что внутри меня, дало ему славу, потому что он достоин, достоин. Это радует Бога. Богу важно, чтобы его народ верил в его слово, чтобы то, что я говорю, то, что мы преподаем, то, что мы учим из слова Божьего, они бы брали это слово, применяли в жизни. Богу хочется и нравится, когда его народ следует его Торе, следует его Писанию, не идет на компромисс с его словом, и не идет на то, «А может быть, это меня и касается». Мы можем делать домашние группы, мы можем делать молодежные служения, мужские собрания, молитвенные проекты, или женские проекты, детские мероприятия. Мы можем делать общие собрания, которые такие грандиозные, да, там, кладывание денег, делать целые стадионы, театры снимать, да, чтобы сделать такую грандиозную вещь. Как Бог на это все смотрит? В конце концов, что радует Его? Что благорасполагает Его? Нравится ли то, что мы делаем Богу? Потому что Он не смотрит на то, что мы производим, а как мы это делаем, из какого состояния, что внутри нас? Как насчет первой заповеди? Шма-Изуэль, Адуна-Элухейну, Адуна-Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог один есть. Мы провозглашаем, мы говорим, а как насчет того, чтобы Он был нашим Богом, а мы были его творением? Марка 12, 30. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Знаете, и что он говорит потом этому богатому молодому человеку? Говорит, правильно говоришь, правильно, правильно. И потом он говорит, пойди, раздай все свое имение и следуй за мной. Он огорчился. Знаете, что произошло? Он говорит, я все-то соблюдался с моей юности, я все-то знаю еще. Говорит, одного не достает тебе. Следуй за мной. Мы знаем в Писании, и многие теологи говорят, что этот молодой человек остался тем верным. Он потом рассуждал, и он стал тем никодимом, который пришел и сделал столько много услуг. Без сомнений, что Бог в первую очередь желает, чтобы мы были влюблены в Него. Первая заповедь. Возлюби. Влюбились в того, кого мы не видим, но переживаем. Влюбились в того, который помогает, даже когда нам кажется нет выхода. Мы-то как-то верующие люди, духовные личности, мы чувствуем, что Бог с нами. Уже многие годы я наблюдаю за состоянием многих общин цепей. Знаете, я пытаюсь, иногда как служитель, пытаюсь изменить какое-то направление, дать людям идеи, какие-то направления. Может, что-то сделать это, давайте сделаем другое, третье, четвертое. И с каждым годом, друзья, с каждым годом, я смотрю на все, что происходящее, с каждым годом все больше недостатка служителей, больше недостатка, даже вот, кто будет делать, как оно будет делать, делаются эти, всякие маркеты, всякие там, движники для молодежи, какие-то еще, ну, как бы, ситуации, да, там, как бы, каждый представляет свои танцевальные, кто-то там еще театральные, кто-то там еще баскетбольные, как бы, молодежь пытается разными вещами увлечь, еще больше, еще больше. Знаете, сколько это стоит? Денег. Множество. Мы пытаемся вкладывать, я говорю обо всех общинах и церках, мы пытаемся предоставить новое, и вопрос идет о Богу. Это нравится? Конечно. Знаете, почему мы думаем так? Потому что мы хотим, чтобы это, если нравится мне, значит, нравится Богу. Но с каким сердцем мы это делаем? Где наше сердце? С пасторами общаются очень долго. И происходящее в церквях, знаете, оно удручающее. Многие из вас понимают и знают, потому что вы переживали в ваших служебных, в ваших общениях, что то, что было 10 лет назад, сегодня мы даже не можем никак-то так рекрутировать людей, не можем их поднять на евангелизацию, на какие-то события, что-то делать. Мы как бы так раз их хотим поднять, а мне говорят, почему нам они же одни и те же? Но это не только у нас в общине. Как я слышу, это на Пасхе служение. Я вхожу в Духовный Совет города. И эта ситуация, она открывается везде. даже когда у нас будут большие мероприятия, которые мы хотим сделать в городе. И знаете, я смотрю на общины и мне слышу голоса пасторов. Знаете, оно рискованно. Кто это будет делать? Наши люди очень заняты. очень заняты наши люди. И я согласен. Семья, работа, ситуация в экономике. Поэтому я не только говорю по отношению мессиных общин, но я сегодня обращаюсь к церквям, кто будет смотреть нас онлайн или же потом в записи. Матфея 10, глава 37 стих. Ответ очень простой на эту ситуацию, которую мы сейчас переживаем. Я хочу обратиться к вам и хочу сказать об этом. То, что мы переживаем в течение 10 лет, вот этот какой-то балаган. Балаган. Потому что в основании тех общин, которые начинались, которые были большими, остались те энтузиасты, пастор, его жена, его дети и пара еще тех, которые с ним начинаются. Все остальные уже давно поменялись. В основании этой ситуации стоит одно отношение, одно сердце. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет крест свой и не следует за мной, тот не достоин меня. Сберегающий душу свою потеряет ее и потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Вот это идея. Идея, кто любит. Знаете, здесь вот слово любовь, кто любит, стоит не агапе, как часто мы хотим, это жертвенная любовь. Я люблю Господа, я люблю общину, я жертвую. Я не хочу, но я жертвую. Я люблю людей, но я жертвую. Иду к ним посетить их. Там не сказано агапе. Здесь есть слово филио. Услышьте. И Господь обращается сегодня ко всем верующим, людям, которые переживают подъемы и спуски и переживают, что дальше будет. Бог обращается и говорит, сегодня я хочу сказать, кто филио больше того, что вас интересует, чем меня недостоин. Вы скажете, как можно филио Бога? Я вам объясню. Слово филио означает любить, относиться по-дружески, испытывать привязанность, питать чувства. И когда мы приходим на собрание, на молитву, когда мы приходим в домашнюю группу или евангелизировать, какие чувства у нас к тому, кто нас освободил, кто дал нам милость и благость, то откуда он нас забрал от тех проблем, которые он нас избавил, те исцеления, которые мы пережили. Какая привязанность, чувства, и второе значение слова филио поцелуй. Это чувство мы встречаем влюбленных. И каждый раз, когда нас мы видим влюбленных, можно определить только по-настоящему безумно любят друг друга. Правда? Вы встречаетесь с ними, видите, они там и ты думаешь, Боже, они готовы там на все идти. Это влюбленные. А иногда встречаются как бы влюбленных людей, пообщаются с ними, кроме секса, у них в голове почти ничего нет. Ты понимаешь, кто влюблен, а кто так, ради того, чтобы добрый был, чтобы поиметь. Я понимаю, постиг же у нас как тело мессию проблему, которую мы заложили от раннего нашего возрастания. дело в том, когда мы пришли к Богу и мы радикально Бог нас изменил, мы пережили чудо, некое отношение того поцелуя, мы говорим, да, я твой. И мы готовы были, друзья, мы готовы были, я так говорю, сломя голову идти, куда бы пошли, благосвестовать везде, где мы могли бы, фанатически даже, искренне делали то, что внутри нас, оно просто высвобождалось. Мы хотели говорить о Боге, который спас нас. Мой вопрос, что случилось? Где обстоятельства жизни, дети, школа, там, работа и все остальное? Слышите? Мы хотим вернуться, мы хотим переживать, мы хотим что-то делать еще, но если мы не поймем этот пример, еще говорит, если ты любишь свою работу больше, чем меня, рэба, вы не знаете, в шаббат больше всего работы и клиентов. дальше не буду продолжать. Мы стали с дедушкой, с бабушкой, с Татьяной почти три года назад. И наш внук, он классный, он классный. я вижу Татьяну чувства, когда она говорит с ними, я разговариваю, саба, савта, и он такой классный. И я также еще замечаю, когда она такими же бабушками, как она, савта, делится, посмотри, а вот мой, они такие, он такой классный, ах да, он красивый, милый, модный, какой он модный, мама с папой одевает его так, он такой любопильный такой, лапочка, ах, 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 знаете, когда она немножко хватает, потому что каждый родитель или бабушка детская хвастается, а я смотрю со стороны на реакцию людей, и я понимаю, что в их глазах, в их эмоциях такие моменты, ребенок, как ребенок, что ты взяла с этого, как бы, как и все остальные, нормально, дети, нормально рождаются, знаете, и я понимаю, что многие из нас, наверное, я не знаю, как бы, наверное, относятся к этим вещам очень сложно, дети становятся идолами в нашей жизни, работа становится идолом в нашей жизни, обстоятельства, к которым мы боремся, становятся идолами в нашей жизни, у нас вечная борьба с этими вещами, и мы забываем, мы забываем, кто нас освободил, мы забываем, кто нас освободил, дал милость свою, кто дал нам свободу. Мы забываем о том, от кого все зависит в нашей жизни. Когда я смотрю на людей, которые любят что-то, либо кого-то больше, чем Бога, мне странно, вообще страшно, как эти люди приходят на собрания, как будто ничего не бывало, славят Бога, и все классно, все у меня с Богом класс. Все классно. Когда при встрече с людьми, которые говорят о своей работе, о своей машине, о своей квартире, о ремонте, о своих детях, у которых они талантливые, то они в спорте, то они где-то в музыкальной школе, что они такие способные, надо на соревнования, на какие-то конкурсы, и как в Рэбе, извини, но мы не можем что-то сделать, шаббат это происходит, каждую субботу, надо что-то делать с этим. А потом приходят ко мне и говорят, почему? Почему то, что я раньше переживал, не переживаю сейчас? Мне сложно им объяснить, сложно, поймите, мне сложно им объяснить приоритеты. Почему ты не чувствуешь того Бога, который ты чувствовал 10 лет назад, во время твоего покаяния? На собрании вроде все нормально, а на личном уровне нет ответов, нет победы, нет радости. Говоря о нашей щедрости, когда наша щедрость поворачивается от даяния в Божье дело к домашним проблемам, наша щедрость куда-то девается. И потом люди спрашивают, ааа, почему, Рэбе, ну почему? Когда у меня ничего почти не было, мне Бог всем благословлял, я такой был, я там давал на одно, на второе, на третье. И ты понимаешь, что у человека щедрость в Божье дело поменялась на щедрость в собственных амбиций. Мои дети должны быть самые идеальные. У меня дома должно быть все с иголочки, не дай Бог, кто-то придет, должно быть все классно. Некоторые слова такое используют, я хочу сказать, да, ладно. Какой-то жмот. Когда-то он был другим, когда-то она была другая, когда-то нужно было делать, евангелизация, покупала пирожки, и мы там сидели, и там ходили по улице, по Дерибасовской, или там привозу, мы не ели, потому что там, мы так, вот так говорили, так только было покаяние, мы так горели, а когда мы начали уже в бизнесе, все нормально, и у меня ничего нету. где оно? как насчет молитвы, наши с вами молитвы, молитвенное служение, давайте мы обратимся к нему. Сколько из вас посвятили себя в молитве? Каждый день молюсь перед сном. Аминь, молитесь, чтобы никакая дырка не закрылась или не открылась случайно. А когда проснете, скажите, слава Богу, что поднял меня из мертвых. Это одна из молитв, которая есть в Сидуре. Мы все привыкли к тому, и уже осознательно привыкли, что есть какой-то ход служения молитвы. У нас должно обязательно быть музыкальное сопровождение. Обязательно должно быть музыкальное сопровождение. Зачем? Чтобы так вдохновляться, вступить в этот контакт, чтобы было соединение с Богом. Нету? Чуть-то молитва не пошла? Нету-нету. А я думаю, подожди, подожди. Как насчет людей, которые мы достигаем? Некоторые даже молитву делают, не совсем молитва. На два часа делаешь молитву. Люди говорят, когда они закончат уже? На часы, и на часы, и на часы. Мы достигаем людей, у которых может быть совсем другое мнение о молитве. Они приходят сюда, или в другие церкви, и для них молитва, где они там раньше были, например. И то, что у нас, им просто становится страшно. Не от того, что здесь так много Бога, а потому, что они к чему-то привыкли. Многие пытаются изобразить какой-то миньян. Если кто-то не понимает, тогда молитва мужчин, 10 человек, которые должны быть для того, чтобы служение ишло. Изобразить. Есть люди, которые приходят к нам на собрание, да, они приходят и приводят молодежь на молитву даже. У них молитва пять раз в день. Пять раз в день. И не на пять минут, на 15. А у них еще и приседать, и на коленки, и так далее, вставать во все мяча. Да? И для них, вот это музыкальное сопровождение, для них это как-то страшно. А мы без этого жить не можем. И те, которые привыкли на три раза молиться. Ах, молодцы. Да? Некоторые ставят себя иудейскими как-то такими святошами. Меня нужно помолиться. Толиты нужно взять, здесь сделать что-то. взять так вот, не где-то так, где-то в углу, так вот, чтобы на сцене это все было, как бы прикольно, нормально, прокачать все это нужно. Я скажу так, мы пытались. Много лет назад. И знаете, я потом, мне Бог обличил. у нас в одном из дворей, где мы, во дворе у нас есть хасид, который живет, знаете, и один раз, когда мы там помогали нашим соседям, раздавали подарки, ну, и он был с нами, чтобы как бы немножко дать возможность достучаться до евреев, потому что мы не все евреи открываем, да? И одна из них говорит, ну, я не буду говорить имя этого хасида, да, чтобы не было там, потому что я знаю, что он смотрит нас, да? Говорит, а что, они наши? А он говорит, ну, конечно же наши, они просто еще косят под нас. Знаете, он меня зацепил, а мне так стало как-то неприятно, косим под них. И это как-то так, ну, если я скажу честно, обидно, пока меня Бог не обличил. На Дерибасовской музыка классная, прикольная, это самое, пацаны танцуют в этих, как бы сказать, в таком еврейском прикиде месечковом, да, там, кипа, приклеенные пейсы, это самое, ци-ци, там, снизу тали, там, как бы, кафтанчик такой вот, и танцуют под хасидскую песню, да, вокруг толпа собралась, я так возрадовался, честно, так, у меня так, классно, молодцы, так далее, а потом, Бог говорит, они не настоящие, я говорю, Боже, как это так, мы же пытаемся достичь людей, и Бог говорит, вот знаете, такое чувство внутри прошло, они не живут этим, вот тот хасид, он живет этим, а они не живут этим, так, для прикида, для того, чтобы толпу собрать, так, чтобы, как-то так, показать, я хочу так честно сказать, если ты не живешь этим, если ты не имеешь понятия, что такое Амеда, Шахарит, если ты не понимаешь, что есть моменты такие, Маариф, Минха, что вы говорите, какие-то странные слова, ага, некоторые понимают, если ты не живешь этим, что делать прикид, зачем, как вы думаете, Бог на это посмотрит, какими глазами, Ему это нравится, или где наше сердце, там и наше сокровище, если мы это не делаем, если мы просто для показухи, а этим мы не живем, я думаю, что нам нужно будет ответить перед этим, какой момент в нашей молитве не станет нам стыдно, что как мы молимся, для чего мы приходим, а там есть ответы, Иезекиилия 36, 17, сын человеческий, когда дом Израилев жил в земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами свой, путь их перед лицем моим был нечистот, и как женщина во время очищения ее. Израиль радовался, думал, что все, что они делают, это нормально, а Бог говорит, подождите, сердце не там, сердце не там. Однажды своего ребенка я спросил, я не буду говорить, кого, я говорю, слушай, если мы после дома сделаем день рождения, сделаем бутерброды, ну и пригласишься своих друзей, сколько придут из класса? Он говорит, ну, человека три, наверное, четыре. Я говорю, да, классные ребята. А если мы так скажем, давай мы проведем день рождения в Игролэнде на Среднефонтанской. Там, короче, закупим мы весь день все аппараты, которые там детские игровые, там лестницы, там что-то еще, они будут бесплатны. Как я думаю, сколько человек придет? Он говорит, так вся школа придет. Я говорю, сынок, посмотри, те, кто придут на халяву, тут имеется в виду на бесплатное молоко, да, те просто пришли ради своего, ради того, чтобы получить себе. Они не придут почти тебя своим днем рождения, им все равно, что ты с ним проведешь время, они придут на халяву. А те, которые придут тебе домой на сэндвич, на бакнай на бутерброд, а те, которые любят тебя, те, которым ты не безразличен, те, кто даже, где бы ты ни был, они тебя поздравят. Я говорю, я тебя поздравлю. Где бы ты ни был, где бы ты ни находился, даже если не могу тебе прилететь, я тебя поздравлю, потому что ты мой, и ты мой дорогой. Многие люди поступают по-другому. Они хотят халяву во всем. Все, что хочу сказать сегодня, это то, что слово, которое значит любовь, в контексте, кто любит сына или дочь, более нежели меня, имеет значение поцеловать. Потому что Псалтир 2, 12 говорит, почтите сына, чтобы он не прогневался, чтобы вам не погубить, вас не погубить пути вашим, ибо гнев его возгордится вскоре. Возгорится, извините. Блаженны все, уповающие на него. Это слово, почтите, сына, здесь стоит значение, которое говорит поцеловать, лапзать, вооружаться, руководить, целовать, дотрагиваться, соприкасаться. Бог сегодня предупреждает всех нас о очень опасном состоянии. Я говорю всех нас, включая и церковь этого времени. Потому что я разъезжаю по всему миру, и я понимаю проблемы многих общин и церквей. Всеобщее понятие почтения означает прикоснуться, поцеловать. Я когда иду на собрание, настраиваю себя, чтобы внутри, изнутри, наружу вылить все, что у меня есть пред Богом. Благодарен. Потому я не буду стоять, общаться с кем-то, кто-то меня останавливает, давай, надо поговорить, у меня такие проблемы, не настолько такие проблемы, чтобы не почтить Бога. Куда ты пришел? Зачем ты пришел? Кому ты служишь? Кто Он? И понимаешь ли ты, кто ты? Иоанн 15, 9 говорит, как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдайте, прибудете в моей любви, как и я соблюл заповеди отца моего, пребывая в его любви. Сияет, когда вам, да радость ваша будет, вас прибудет, радость ваша будет совершенна. Сияет заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Если мы, как община, желаем угодить Богу, тогда мы должны любить друг друга. Хотим это, не хотим. Мы должны любить. Это радует Бога, это радует Его, это радует Его общину. Потому что не зря умер Мессия за нас. Будет ли радостно Богу, если мы поможем одному из членов нашей общины каждый раз быть на собрании, который сам не может приехать сюда, ему нужна помощь. Будет ли это радостно для Бога, когда Он будет здесь своим сердцем славить Бога, не умея ходить. Но Его нужно поднять, Его надо переместить, за Ним нужно поехать, чтобы Он был здесь, вот тут, а не там, не смотря нас по телевизору. Это радует Бога. Когда мы не остаемся, безразличны к проблемам других людей, мы радостно это делаем. Возможно ли достичь людей собственными силами или полагаться на финансовую помощь общины? Я удивляюсь, есть некоторые люди, которые себя чувствуют, что я хочу много сделать, чтобы люди приходили в общину, и если это вообще не надо, пускай они заплатят деньги. откуда у нас это появилось? Потому что когда-то в одно время, когда мы пришли к Богу, мы все отдавали для того, чтобы люди могли узнать о Нем. Мы кормили их, печенье давали, мы дали даже чашечку чая простоте, просто как оно есть. Нет! Мы должны впечатлить кого-то. Кого? Кого? Преломить хлеб с нуждающимся? Вот кого мы можем вдохновить и любить Бога. Что нам нужно для того, чтобы благовествовать? Или кто нам нужно для того, чтобы мы могли исполнить свое предозначение? Как я же на заре нашего роста, когда мы стали верующими, мы всегда говорили, чем богата, тем мы рады. Почему завернули благовестие в какую-то золотую фольгу, конфетку? Что именно таким она должна быть? На настоящее время этот энтузиазм внутри и внутреннее удовлетворение по какой-то причине сяк? Что случилось? Возможно, когда мы приходим сюда или в церковь, где вы находитесь, либо там, где мы в церковных зданиях, возможно, от комфорта или же чувства, что все уже, я спасен, что еще нужно? Дает нам ложное понимание, что бог удовлетворен нами. Пришли, попели, разошлись. источник заложен внутри нас. И если мы его лично сами всяким хламом закидали, тогда нам нужно его очистить. Нам. Я очистить этот хлам не смогу. Я ответствен за себя, за свой хлам, который мне нужно расчистить. тут не просто раскаяние нужно или чувство какого-то стыда или как-то еще. Здесь нужно глубокое состояние ревности о том, чтобы радость Господня вернулась. Когда называют его имя, когда мы говорим, давайте придем на собрание, нас бы хотело пойти туда и сказать Аллилуйя, и нене вот я, вот я, давай поговорим, как я тебя люблю. Насколько ты его любишь, прямую соответствует тому, насколько ты любишь ближнего своего. Итак, я заканчиваю, доколе есть время, будем делать добро всем, айнепачи своим поверье. Для чего мы собрались? для чего мы собрались? Для чего существует община? Не только для того, чтобы спасать других, погибающих, заклонить на смерть, а чтобы мы любили друг друга. И, конечно же, эта любовь, она по-разному действует. И, знаете, есть люди, с которыми хочется продолжать служить. Есть люди, которые настолько обращают внимание на общину, как источник каких-то решений всех проблем, не вкладывая в нее вообще ничего, своего состояния, своего служения, что разбираться с ними даже не хочется. Но, во-первых, как сильно ты любишь тело Мессии? как сильно ты можешь быть в радости с твоим близким и родным? А можно ли при твоих обстоятельствах не просить, а, наоборот, давать? Возможно ли? вспомните то время, когда вы давали свое время, свои руки, свой транспорт, когда вы давали самое малое и вас наполнялись глаза слезами, потому что ты понимаешь, что ты дал ему не этому человеку? Ты шел домой или на улице и говорил Господи, как классно! Не имея ничего, еще раз дал все, что имел. Что такое община, что такое церковь? Мы можем иметь здание, но это не церковь и не община. Это здание, которое Бог предоставил, чтобы мы вот тут развивались, переживали, возвращали радость в отношении с Богом. Самый большой показатель это каждый из нас. И так, доколе есть время, будем делать добро. Всем покаяния, но и плачем своих поведений. Своим. Сейчас будет время покаяния, может быть, это громко звучит покаяние. Я бы хотел, чтобы вы, наверное, в этот календарный Новый год не сравнивали, что я хочу сделать, что я не или что я не сделал. А поговорили с Богом. Сегодня поговорите с Богом. И Он постучит вам в сердце и скажет, что-то нужно будет сделать. Блаженное блажение отдавать, нежели принимать. если вы научитесь, поймете глубину всего, вы получите величайшее состояние удовлетворения в том, что Он рядом с тобой. Мы сейчас стали нашими ногами. Я забрал больше времени, чем я себе его отвел. Но я не жалею. Потому что я хочу иметь это отношение с Богом. Когда я иду на валюту, я ищу этих отношений с ним. Сказать, отдать ту благодарность, то сердце, которое у меня есть. Не просто передвигать своими губами какие-то песни, а внутри оно плачет и говорит им. «Аббе, Аббе, Аббе, Твое тело проходит через шок. Тело Мессии здесь на земле. И возможно, где-то кто-то услышал обвинение в свою сторону. Я хочу Аббе сказать спасибо тебе. Я бы мог просто поговорить в каких-то планах. Я знаю, я знаю, я знаю, что твое сердце быть с народом, иметь эти отношения, иметь чувства, которые в близости, дружеских филеем, прикосновения, поцелуя. То, что внутри нас, что трепетно внутри, когда называется имя Твое. И те источники, которые закрыты сегодня всяким хламом, всякими ситуациями, которые мы оправдываемся, на бабу, сними, сними, чтобы твоя невеста, твоя кагила, твоя община, твоя церковь, твоя группа домашняя, она расцвела, расцвела, ожила, стала другой, стала живой, чтобы каждый, кто прикасался к ней, не приходил туда, чтобы получить, а чтобы отдавать, чтобы принимать как мессию и наслаждаться своей свободой. Кто ты и кто я? Спасибо тебе. Спасибо тебе. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере они будут приводить к большим переменам. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА